Это первый отчет перед депутатами. Хотелось бы вам выразить эту благодарность. Такого депутаты не слышали давно. Не исполняющий обязанности и не сити-менеджер, а мэр лично отчитывается о работе перед народными избранниками. В последний раз такое было еще во времена Мигули. В этот за кафедрой Валентина Калита. Она рассказала, что бюджет в 2015-м был бездефицитный. В садах увеличилось количество мест. В школах их не хватает. 1 сентября 2015 года было достаточно рекордное количество первоклассников. 2829 ребят, что на 7% выше, чем предыдущие годы. Тенденция к росту возрастает и количество детей, которые учатся во вторую смену, увеличивается. Поэтому сегодня перед нами стоит задача продумать, каким образом мы будем разгружать школы. Власти планируют попасть в федеральную программу и построить школу на полторы тысячи мест. Либо в микрорайоне, либо в 800-м квартале. Но это произойдет не раньше 2018 года. А пока в Благовещенске планируют сделать пристройки к 22-й и 16-й школе. Дальше начались вопросы. Депутаты поинтересовались, как выделяется жилье сиротам и ветеранам. 1 января 2015 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состояло 24 ветерана. Из 2015 года добавилось 6 участников, либо инвалидов Великой Отечественной войны. Вопрос, почему в этот юбилейный год эта проблема не была решена? На сегодняшний день в городе Благовещенске стоит в очереди на приобретение этого сертификата, на приобретение жилья участников войны. Там один участник войны, остальные вдовы участников войны. 7 человек. Все 7 они получат сертификаты. В этом году? В этом году все 7. Кроме того, народных избранников интересовало, как в городе будут ремонтироваться дворы. Мэр ответила, в этом году модернизировать площадки не собираются. Нужно еще расплатиться по старым долгам. Валентина Калита отметила, что в прошлом году в администрацию поступило меньше жалоб и обращений, чем в 2014. Ответы власти стараются готовить вовремя. Иногда Валентина Сергеевна просматривает их лично. Народные избранники дали мэру советы и рекомендации. Я хотел бы администрацию настойчиво простить о том, чтобы при приеме граждан им не только указывались правила, нормы, но и, как сказала Валентина Сергеевна, указывались запасные пути или возможные пути решения их проблемы. Если прямиком, посредством правового поля, это невозможно решить. Мы научились экономить, мы научились оптимизировать расходы. Нам теперь надо научиться дополнительные доходы получать. Например, я считаю, что нужно нам сделать упор именно на развитие экономики региона, города, то есть привлечения инвестиций. Предложение следующее, что перед тем, как выдавать разрешение на строительство, проводить некие опросы граждан, либо проводить публичные слушания, потому что, как мы видим, уже у нас есть плачевный опыт того, что постройка церкви в микрорайоне вызвала много споров. Во время отчета поднимался вопрос строящегося торгового центра в районе Тениста и Калинина. Депутатов по-прежнему интересует, будет ли город вкладывать бюджетные средства на реконструкцию перекрестка. Однозначного ответа мэрия не дала. Решение примет рабочая комиссия. Также мэра попросили обратить внимание на бездомных собак. Их становится все больше, на торги по отлову и содержанию никто не выходит. Депутаты предлагают эти обязанности возложить на ГСТК. В целом, отчет мэра приняли к сведению. Ирина Стругачева, Кирилл Захаров, Альфа-Новости.